В советское время поселок Мирный был одним из самых процветающих в Даугавпилском районе. Здесь не один десяток лет успешно работал совхоз, руководство которого построило и отремонтировало дороги. Сегодня улица Мьеру, которую заасфальтировали в 1988 году, меньше всего напоминает дорогу. У проезжающих по ней водителей автомобиля зачастую через каждые 2-3 метра срывается ласковое словцо. Жители с грустью в глазах отмечают. У нас тут можно фильмы про войну снимать. И они правы. Яма на яме, как будто здесь недавно все разбомбили. Дорога в очень плохом состоянии. Кому тут обращаться, туда дальше, возле дома даже. Яма уже, наверное, лет 5 стоит. И никого их не интересует, и никого не волнует эта яма. Если что-то скажешь, то тогда делается. По проекту у нас с Лауцес на птицефабрику, там должны новый асфальт ложить. А вот для жителей здесь поселка, где действительно нужна дорога, как бы не собирается, не планируется, то кабель должны везти, то водопровод. А когда это будет? И через сколько лет. А с каждым днем, с каждым годом все больше и больше ямы. Ремонта тут, в принципе, никакого не было. А когда последний раз ремонтировали? В советское время, наверное, в 80-х годах, в конец 80-х годов, когда вот совхоз был, асфальт этот положил, и вот сделана обочина для гусеничной техники, и все. И это главная дорога поселка. Что уж говорить о второстепенных и небольших улочках, например, 18 ноября. Летом яма, а зимой каток. По словам жителей, они пробовали поговорить на эту тему с руководителем Волости, но безрезультатно. Когда зимой вот нам был гололед, да, и мы попросили, чтобы нам подсыпали, конечно, с очень большим криком, потому что у нас, если попросить, первое начинается хамство, вы сами берите лопаты туда, тому и так подобное, да, это самое, это и были камни насыпанные, грант был насыпанный с камнями. Вот я ехала, и вот у меня есть повреждения даже на машине. Ну, конечно, я никому это не говорила, потому что бесполезно нашему руководству говорить, и всего лишь. Первое, что он делает, начинает с хамства. Вот. Я даже не боюсь это громко сказать. С хамства. А вы обращались? Я обращалась тоже, это вот, слава Богу, в этом году Господь миловал, у нас погода была просто такая терпимая. А позапрошлый год, я там вот на перекрестке, там был просто каток. Я меняю машину просто развернула. Вот я ехала туда и развернула меня сюда. Хорошо, что там еще были мужчины лопатами меня вытащили. Позвонила, говорю, когда в конце концов будете посыпать хотя бы зимой. Так там тысячу слов было сказано, но в конце концов, правда, потом в конце концов действительно посыпали. За зиму бывает там один-два раза посыпается дорога. Не ходить, не ездить, ну просто невозможно. Я тоже житель давно, я с советских времен, родители мои жили, я сейчас вот вернулась лет 10 сюда. Не помню, чтобы когда-нибудь кто-нибудь здесь сделал какой-то ремонт. На самом деле в другой части поселка ремонт все же делали. Подготовили хорошую песчаную дорогу поселкового типа, но недолго жители радовались. Года 4 назад насыпали у нас в поселке возле Иванских новую дорогу. А в прошлом, за прошлом году шла реконструкция. Ложили и новую канализацию, и новый водопровод. После того, ничего не насыпали, дорога проваливается. Ехать только весна, зима, даже вот сейчас идет дождь, пешком идти нельзя. Грязь, ямы. Проехать нельзя. Я обращался, в прошлом году насыпали булыжников. Когда я пришел, говорю, что вы натворили. Пришли какие-то, ну, рабочие, сграбили, грабли мы эти булыжники, и там в кучку ссыпали. Теперь по этой дороге даже грейдер пройти не может, потому как леги подняты на сантиметров 10 над поверхностью. А видели бы вы, в каком состоянии находится один из въездов на трассу. По словам Ольги Ивановой, из этих ухабов и канав люди уже неоднократно ремонтировали подвески автомобилей. А это удовольствие не из дешевых. Выслушав претензии жителей, мы обратились за комментариями к руководителю Волости Андрису Кестерсу. Восемнадцатого номера – это просто гравийная улица, которая просто грейдером гравируется, и там, точнее, выравнивается и все. Там я не вижу проблемы, я не знаю, откуда она появилась, случайно или как. Что касается меры улицы. Мера улицы, ровно половина в нормальном состоянии, вторая половина, начиная от Бежняка, Памоцкого до конца поселка, действительно находится в очень плачевном состоянии. Значит, дело в том, что, во-первых, все дороги, которые, улицы, поселки Мирных, они построены при совхозе. То есть срок давности уже 30 лет. Они, во-первых, не рассчитаны были, допустим, тоже на такую эксплуатацию и все прочее. И за это время, ну, производился, как и везде, просто явный ремонт и все. С каждым годом эта проблема все больше и больше. В этом году ничего особого тоже там не поменялось. Ямы есть, явный ремонт планируется, будет сделан. Но когда? Или обещанного, как в поговорке, придется три года ждать? Сначала определимся с объемами, средствами, может, фирмы подключим или сами. До сих пор мы, ну, основные работы делали такие вот, по этим явным ремонтам своими силами. Это гораздо дешевле, экономим средства. Ну, и получалось, как получалось. Это уже вам судить, допустим, жителям-то. Но жители поселка утверждают, что ремонта здесь уже давно не было. По словам исполнительного директора Краевой думы Ванда Кезики, каждый год руководство властей подает список дорог, которые нуждаются в ремонтах. В район выезжает группа специалистов. Они на месте знакомятся с проблемными участками. К сожалению, отремонтировать все нет финансовой возможности. Что касается поселка Мирный, то там до сегодняшнего дня не было резона делать ремонт. Там в последние годы делался очень большой проект по водохозяйственным проектам. И мы, конечно, рассчитывали, что будет его еще и продолжение. К сожалению, мы сейчас узнаем, что, в принципе, реконструкция водохозяйственных сетей для поселков меньше двух тысяч населения в этом году, в этой новой периоде планирования, не будет. Поэтому, конечно, там вопросы, которые нужно будет решать по канализации, еще какие-то другие вопросы, они смогут быть решены только за счет самоуправления. Это новая для нас информация. И второе, конечно, согласно плану Латвэнерго, Садалстикли в этом году планируют, опять же, проводить достаточно большие работы по этому поселку. Поэтому, конечно, мы сейчас планируем, чтобы в этом году привести в порядок, насколько это позволит бюджет, этот поселок. Нас заверили, что в ближайшие два года дороги в поселке Мирный будут приведены в порядок. Что ж, мы в свою очередь обещаем, что будем внимательно следить за развитием событий. Продолжение следует...